На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока номер 3. Это завершающий этап первичной загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по промышленному производству кобальта-60, имеющего широкое применение и востребованного на международном рынке. На атомных электростанциях концерна Росэнергоатом нарабатывается до 20% мировой ежегодной потребности в кобальте. Сегодня мы присутствуем на загрузке кобальтовых поглотителей в восьмой энергоблок наших АЭС в рамках выполнения наших международных обязательств по поставку кобальта канадской компании «Энергия». Данная загрузка подтверждает, что Росатом является надежным мировым партнером в изотопном бизнесе. Концерн Росэнергоатом планирует и дальше развивать изотопный бизнес, расширять производство изотопной продукции, в том числе на реакторах других типов, для выполнения стратегической цели госкорпорации Росатом по созданию новых продуктов для российского и зарубежного рынка. Проект по наработке изотопа кобальта-60 на Смоленской АЭС стартовал в сентябре 2017 года, когда на первом энергоблоке были загружены первые дополнительные кобальтовые поглотители. В июле 2018 года кобальтовые поглотители загрузили в реактор второго энергоблока. Процесс облучения кобальта для получения требуемой активности делится 5 лет. После извлечения облученных изделий из реактора специалисты разделят кобальтовые поглотители на элементы и загрузят в транспортные контейнеры. Окончательную подготовку продукции для отгрузки заказчику будут производить специалисты Ленинградской АЭС. Там занимаются производством кобальта-60 уже более 20 лет и обладают необходимой технической базой и большим опытом. Конструкция реакторов РВМК такова, что они позволяют нарабатывать изотопы достаточно простым способом. Реакторы ВВР такого не позволяют сделать. Области применения радиоизотопа обширны. Он используется в ядерной медицине, лучевой терапии, для стерилизации медицинских инструментов и материалов, продуктов питания, повышения прочности полимеров, проверки качества изделий из металла, очищения промышленных отходов, стимуляции урожайности зерновых и овощных культур. Количество изотопа кобальта-60, излеченного через 5 лет из третьего блока, позволит простерилизовать более 446,5 тысяч тонн медицинских изделий специального назначения и косметических препаратов. Пастерилизовать порядка 744 тысяч тонн специй или 2,3 миллиона тонн мяса, более 1 миллиона тонн зерновых, 55 миллионов тонн овощей и картофеля. Субтитры создавал DimaTorzok